погода но лето ах лето да какой у нас сегодня подожди сегодня у нас 16 марта сегодня приехал прилетел точнее серёга цимбаленко я его встретил с утреца короче всем привет начнем с этого какая цель этого видео я даже не хочу с собой брать там стыдикам и стойки вот просто пишу на телефон и все какая цель видео хотим сделать как бы такой своего рода арчери биатлон но мы не будем бежать а что мы сделали вот я на данный момент на мне где-то как минимум 10 килограмм мой рюкзачок за спиной здесь у меня все необходимое для жизни для выживания то есть для того чтобы провести сутки один день точнее даже не сутки один день потому что если бы сутки мне еще понадобилось у гу-гу сколько но на однодневную охоту у меня все с собой включая лук боеприпасы так далее и вот мы сейчас на field полосе что хотим сделать сейчас засекли время пройдем от 1 до 12 цели это приблизительное расстояние 3 километров пройдем весь маршрут отработаем и за засечем время и посмотрим сколько займет по времени у нас этот маршрут если мы вот в таком спокойном свободном темпе идем что мы делаем дальше потом на следующую тренировку мы разбиваемся можете стрелять отрабатывать пока я пишу мы разбиваемся и тот же маршрут уже пытаемся пройти не как бы сократив наше время то есть если к примеру образно говоря мы сейчас пройдем 12 целей за один час и расстояние в три километра безумного леса то соответственно на следующий раз мы попытаемся это сократить до 50 минут следующая задача какая мы попытаемся сократить то есть мы попытаемся пройти весь маршрут ну скажем так за 45 минут либо за 40 минут либо за 35 минут это образно временное сравнение для чего для того чтобы понять свой максимум приблизительный и минимум делать такой филд биатрон где стрелок вынужден идти не в раскачку по тропе а где он должен быстренько отработать один круг 12 целей и по времени раз и все и тогда это будет интересно это будет мега практично со всех точек зрения и соответственно посмотрим что из этого выйдет погнали это кажется что вот эта дистанция 20 метров но перепад вот такой и что это дистанция как бы то что там 20 метров нифига подобного на этой дистанции это очень одна из самых сложных дистанций почему потому что мы на не привыкаем не обращать внимание на руку и так как на 50 метрах или на 45 и ты думаешь то прости сейчас я сделаю у кто классный настройка классное все классное а ничего не прощает точно так же пять часов никаких вообще стрела идет ровно все но наша вот если сейчас на видео понаблюдать за мной я уверен что я опустил лук быстрее чем я это делаю обычно потому что здесь у тебя цель слишком находится внизу и тебе на автомате хочется глянуть а еще главное что у меня вот сейчас я включил подсветку потому что вот мы днем находимся в лесу а мне недостаточно освещение на пине для того чтобы четко понимать куда я вы от час совсем другая тема и посмотри на месте да и и желтая зона совершенно верно как я все подряд не снимаю это у нас уже мы на третий идем достаточно быстро у нас здесь 30 25 и 20 машину вот такой карманчик реально зачетный потому что когда идешь вот в таком в дичайшем лесу и тебе навстречу может выскочить случайно динозавр вот или снежный человек мало время мама мама да у нас же была охота на мамонта у я вам еще покажу одну идейку мы еще турнирчик один проведем так у меня здесь 30 . но уже снежок сошел конечно поприятнее скажите без снежка как бы ну и то снег сошел мог под ногами всегда тоже абсолютно мягко и ца . немножечко включимся и отработаем блин как же рука не привыкает к тому что у тебя уклон и перепад там пять метров вниз идет рука безумно себя чувствует по идиотски в прямом смысле этого слова я прямо чувствую что я допускаю ну как бы не мой выстрел знаешь лук он же масса что он делает он тянет тебя в этот момент выстрела кинетика прямо тянет лук вниз именно и вот здесь конечно да нужно без вот этого навыка вот группа вообще посмотри какая формируется а руками да но угол выцеливание неправильно рука на месте технический выстрел она группа показывает сделан идеально а выцеливание плюс смотри сегодня тепло плечи стали уже в другая температура понял и вот у меня уже тридцатка по тридцатке приходит вниз и я уже до вынужден до 31 почему потому что мы стреляли и я пристреливал когда был минус а сейчас у нас серьезный плюс как бы и вот этот момент и нужно учитывать то есть мы приходим ему походу сразу же все определяем для себя и вот это четко вот третий идеально потому что я на первом понимаю на втором и третий идеальный центр желтой парни пошли у них 30 . у меня 45 и вот смотрится эти 45 вот видите белый щит вот так и вот я отвожу в ноль вывожу вот эта дистанция 0 знаете что прикол я сейчас стою а подо мной журчит именно вода я надеюсь вам слышно то есть вот весь прикол этой провинции этого острова заключается в том что вы все время идете и под вами вода как бы такое впечатление что александр стреляет стреляет вверх как бы такое впечатление что он с под горки пытается взять мишень а если я сейчас отойду на свою точку то у меня будет все с точностью до наоборот вот смотрите что я сделал сейчас поскольку температура поменялась а я не хочу не нарушать никаких настроечек у себя я хочу чтобы у меня 45 было как 45 я на планочки у планочки у меня было вот оно положение меточка я взял немножечко приблизил к себе планку вот о положении скоба и сейчас посмотрю по результату то есть если стрела выйдет в свой горизонт значит я таким образом вышел как говорится в свой чистый ноль по горизонту и всего этого как бы самая быстрая почему потому что у нас нет возможности менять сейчас школу у нас все как бы не пристрелено то есть мы приехали у нас сейчас по идее еще как говорится чуть ли не зима а у нас погода как летом что называется и как выйти из этой ситуации вот пытаюсь таким образом и теперь сейчас посмотрю куда придет моя стрела точка выцеливания у меня была посредине там черная меточка стрела пришла исключительно в горизонт то есть таким образом я понимаю что да я для себя исправил эту ситуацию вы всегда можете таким образом исправлять ситуацию немножко чувствуете идет стрела вверх наоборот взяли на одно деление отодвинули скоб от себя чувствуете наоборот скоб приходит вниз не пытайтесь сразу же крутить здесь что-то просто поиграйте с планочкой за счет вперед то есть на себя или от себя и сделайте группу поймите что получилось вот оба выстрела рука на месте а я вижу и там группа формируются очень хорошие для 45 метров просто просто мне нравится такой результат и мне нравится как отрабатывает этот лук вот вовсю вот час чуть-чуть в конце такой был расколбастрила ушла чуть влево и вниз как бы чуть-чуть но говорится для этого и тренируемся для того чтобы именно в полевых условиях понимать если мы берем это для охоты 45 метров и тел зона но я два выстрела я попал четко в сердце один выстрел я как бы чуть ниже сердца пришло и и опять таки же это чисто отработано классно телу зона идем выниматься и смотреть да и здесь после весны как бы он еще такой он такой проснулся такой он весь как бы зеваешь и называется ему еще хочется там чего-нибудь такое свое но уже начинает играть краски уже такие яркая сочная зелень уже появляется как вам передать словами этот кайф вот видишь смотри моя . выцелень и вот 2 вот эта точечка и 2 пришли просто это чуть-чуть ушло опять эти же если мы даже берем на 45 мишень для филда то я габаритную желтую зону сто процентов вы понимали вот это у нас можно сказать ведро с едой у александра за спиной рюкзак с едой то есть мы не просто как бы мы пытаемся сейчас совместить приятное с полезным то есть мы пройдем сейчас нашу полосу по филду а дальше мы углубимся в лес километров на несколько и пойдем под кормим немножечко местных жителей поэтому мы с пустыми руками в лесу мы не ходим мы заготовили значит что карамельку для медведя взяли собачий корм и разные сладости для медведя взяли олень взяли морковку лист салата пятерочка уже пятерочка довольно таки неплохо идем и пятерочка у нас что у нас она показывает 35 30 и 20 казаки-разбойники идут на двадцатку свою традиционческую его для традиционников это практически можно сказать их средняя и дальняя дистанция если мы берем для охоты это исключительно охотничая дистанция для традиционного лука шикарно желтая зона даня есть контактер ты попал в сердце чуть вниз ушла но не потерял если он допустил руку раньше времени если это ленту он присядет и ты попадешь ему снова в сердце но лучше не опускают шикарно слушай ты там чуть ли не убил свою стрелу а не ну слышишь но ты фактически для тебя это реально перво проходит сейчас для себя ты только знакомишься с луком а у дани уже в этом отношении опыта побольше будет увидишь как стрела летит такая 1 1 1 это спуск это пальцы это именно спуск и легкие плечи да да видишь и из-за этого идет и как бы и разбег а между прочим я вот недавно смотрел на старых гравюрах никогда индейц вот так лук не поднимает не вытягивает о и вот 3 у тебя желтая зона красавчик понимает так лучше я хочу сказать смотри индейцы вынимают направив лук на это тот же принцип как и с бочным луком попытайся то же самое делать не машешь перед ним луком а ты вот представь у тебя ты сейчас увидел зверя у тебя традиционничек ты уже крадешься у тебя уже стрела и ты раз вытягиваешь без поднимания лука без забрасывания понял конечно иначе он ее будет видеть солнце светит прямо в глаз вот такие вот дела так 35 ставлю исключительно на 35 ух солнце слушай какую ну а а жарит ты слышишь как солнце жарит кошмар а то какой-то 35 хорошо 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 что хорошо вниз стрелять значительно сложнее чем на любой другой вот значительно просто там же группу формируешь все хорошо туда же но работать надо именно над выстрелом когда ты стреляешь сверху вниз нужно очень упорно работать я прямо чувствую как у меня нарушается моя техника это у вас отлично видно когда вы стреляете и правое предплечье продолжение стрелы очень ровно а здесь наоборот здесь я буду стрелять и у меня будет перепад метра два вверх получается у меня 25 метров у александра и даниила 15 метров очень зачетный камуфляжик видите как он он просто сливается с окружающей средой я очень люблю этот камуфляжик науки такая расцветка модненькая классненько именно канадский вариант ведь его дерево рядом и расцветка лука просто сливается у вас там хороший результатик вы молодцы александра бэр ненастроенный поэтому он решил сегодня с традицией пройтись а бырчик надо полностью он старенький его надо перенастроить и вот видишь 15 просто хорошо себя ведет ну да конечно тем для традиции как бы приятней тем проще есть не вверх мне кажется немножко все-таки легче стрелять чем когда мы стреляем вниз хорошо хорошо а заодно по ходу делаем ремонт филот полосы александр он починил куда нам будет вешать холки крючочки и вот вам погоду хочу показать природу хочу показать его тот дальний щит это мой щит и дистанция 50 метров держи у меня там нет ничего я беру как действую беру середину щита выцеливаю середину и потом стараюсь первую стрелу вторую туда же третью туда же то есть формирую грубо говоря круто видимость очень зачетная очень классно сейчас выцеливать было удобно комфортно группа прямо формируется отличная не накосячил молодца а давай не отключаем прямо где-то там мешает сейчас не отключил идем смотреть 50 метров а вниз вот вниз я уже спустился ищет исчез у нас сейчас я буду опять вверх подниматься и и опять вниз и опять вверх но это паутинчик и вот смотрим моя отработанная группка видно да интервал вот это александра ой александра это у нас даниила отработанная группка вот это моя отработанная группка интервал 2 и 3 сантиметра ну то есть грубо говоря все в желтой зоне вообще даже не желтая зона а все десятка три в десятке до вынимай поставил два пальца чтобы было понятно а ну видно да не этот щит как по маску это удовольствие и вот мы сейчас в гору будем подниматься газете а вот эти прищепки в это оставь здесь пожалуйста две или три ну на следующий щит перенесем еще несколько и у нас александр вверху сейчас там заканчивает не хочется вам показывать эту природу потому что ну серьезно это именно та красота потерянка здесь вот такой лишайничек как это как это красиво везде везде мог все камни покрытые таким лишайником красиво да здесь были точно кости остались от козлика рожки до ножки он его растащил да потому что это но это не медведь это койот баловался может даже не один вот и все и теперь у нас восьмая зона порядок порядок идем дальше молодца да да хорошо ну этот лук более шумный но он легкий наверное более да такое да он легкий куда не такой более звук упруги такой приглушенный это вам картинка для понимания насколько здесь лес да лес кругом и так крайний двенадцатый щит я не стрелял все подряд почему потому что но время видео съемка также у нас забирает время синий 15 желтый 10 и красный колышек 20 . мой 20 . вот поэтому мы у нас как бы прохождение одного круга то есть 12 целей примерно три километра забрала один час времени значит теперь что мы теперь мы попытаемся на следующих тренировках пройти эти цели ну побыстрее то есть там за 50 минут за 45 минут будем смотреть я тебе скажу что я чувствую такую физуху на спине представляешь ты мишка брата когда потащишь надо будет это просто уху я даже по частям надо будет представить и вот все мы прошли смотрите у меня значит здесь у меня лучок он висит вот таким образом сзади у меня рюкзачок руки свободные это самое главное почему потому что мы сейчас направляемся к себе на свой звериный клондайк мы прикормим наших так сказать лесных питомцев и заодно проведем разведку посмотрим проверим фото ловушечки и посмотрим что у нас и как по ходу немножко вам буду снимать дорогу ну и разговаривать с вами хотя я честно сказать я сейчас не люблю во время своих так сказать лесных расходок особо болтовнёй заниматься все таки больше хочется наблюдать за природой особенно в такими как сегодня у нас сегодня у нас ситка это нереальный зачет в любую погоду вот сегодня жарко на мне два слоя мне вот сказать что комфортно это ничего не передать словами мне мега комфортно все все втроем мы идем в резиновых сапожках потому что здесь по-другому нельзя и вот почему мы все должны быть обязательно в сапожках вот почему потому что по-другому здесь ну никак вы поймите нас правильно но на самом деле вот это это самая лучшая защита от туриста от собачника почему потому что ну собачник он вряд ли едет в резиновых сапогах поэтому соответственно он да да нормально и это только начало нашей охотничьей тропы точнее мы еще даже на нее не пришли это так сказать мы прошли первый предзоне и здесь уже все здесь заканчиваются у нас следы собак здесь мы еще видим след от квадроцикла но один квадроцикл гонял здесь и все а так в целом в основном уже все туристы разворачиваются и идут куда-нибудь где побезопасно в лесу никогда не говори сильно громко мы громко говорим только в том случае если мы хотим наоборот то есть мы туристы и нам надо не нарваться на медведя а мы как бы наоборот найдем так чтобы если на нас зверь вышел то это будет хорошо что и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Конечно, они сюда приходят. Слушай, ну ты посмотри, какое течение какое. Ты посмотри. Какое же место, охренеть просто. По-другому и не скажешь. Слышишь? Ну это мы зашли в дичь, в дичь именно, да? Да, так я не думал, что здесь такое прямо течение, прямо такая река. Тут бобров, кстати, может быть твоих любимых. Вот такая у нас хорошая будет стука. Ну вон, посмотри, вот видишь, вот такую вот. Парки могут здесь быть, да. Могут ничего бьет вообще. Да, место мы нашли очень любопытное во всех отношениях. Я включил ее, вот это включено, где первая засидка была, видишь, да? Вот мы прошли, потом мы вот сюда пришли. Вот этот зигзаг, это наша бочка стоит. Потом мы вот так прошли сюда и пошли раз, и сюда. Вот это мы тут подебрям, и все мы по стежке уже пришли. Я думаю, мы должны вот сюда выйти обратно, да? Потому что я, то место, где я вижу, да, где мы должны, вот оно где-то вот тут. Да, я понял. Вот оно видно. И нам с тобой, нам с тобой, где-то здесь уходили. Нам не надо будет уходить наверх. Мы вот сюда пройдем, а там легкий путь есть там. Да, мы сейчас сюда, а потом вернемся туда, да. Вот сюда. На самом узке точно. Да, это сейчас весенний паводок. Уже снег сходит. И здесь, конечно, вода просто идеально прозрачная. Но глубина такая десь по грубе. Да, глубина приличная. Но там течение, ты посмотри, какое там течение. На байдарках вот такой реке. Да, ты что, на каное вообще шикарно. Ну, это было так. Ну, да. Надувной катамаран такой, делается из дерева каркас. Надувают баллоны, палубу делают и на нем сплавляются. Вот мы две недели сплавляем. Это что с педалями? Нет. Не, 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 это делается, имеется в виду, да, да. Четыре человека, вёстами грибут, на пороге можно сходить. Вот такая рекомена. Она и чем была интересна, и там золотом и революция. Смотрите, какая здесь красота, какой здесь лес. Нереально. Вообще вот просто. Это смешанная тропа, это не людская. Здесь люди бывают, потому что, видишь, дерево подрезанное. Но здесь и звериное одновременно, и человеческое вдоль реки. Мы пришли оттуда, я предлагаю, чтобы пройти дальше, а потом вправо. Да, да, да. Нам требуется ловушку, для чего-то. А мы... Какая роща красивая. О, ага. Нереально красивое место. Лес, это очень серьезный вид наркотика. Ты в него зашел, особенно вот с такой командой единомышленников. И все, и ты теряешься сразу же. Почему? Да потому что все они сумасшедшие парни. И все эти сумасшедшие парни точно так же хотят куда-нибудь зайти поглубже, так сказать. Мух, мух, мух. Кругом один мух. Слушай, а вот в этом месте надо по-внимательному. Очень медвежатинское место. Очень сильно медвежье место. О, конечно. А вот, видишь? Иди. Хорошо. Ну вот, вот есть, как большая массива. Либо ближе к реке, либо наоборот вот туда дальше. Нет, смотри. Смотри, вот в чем прелесть вот этого места. Вот смотри. Обрати внимание, вот это за лысина. Вот смотри, прямо, видишь? Перед нами. Место нереально крутое. Да, сейчас мы... Мне интересно, что у нас вот это за место такое. Ага, стоять. Аккуратненько там. Не-не-не-не-не. Ты не уходил по пояс здесь? Аккуратненько. Не, сюда. Давай вернемся, вот пойдем чуть выше. Аккуратненько, которые я имею в виду, они уже в голове. Да, я вижу. Ага. А, ну это мы на болото вышли. Это именно болото. Только на кочке, понял? Не становись на... То есть, вначале нога вот туда вообще я бы не пошел. Но это топ вот стопроцентный. Топроцентный. Видишь? Александр, тебя случайно не Иван зовут? Сусанин. По фамилии Сусанин. Сто процентов. Не, ну он налегкий. Конечно. У него нету вот этих, блин, 20 килограмм. И он такой, Олег, иди сюда. Здесь так классно. Так, куда тебя теперь понесло, господин Сусанин? Слушай. А с другой стороны, а как она может быть другой? Опа. Блин, чуть нога не улетела. Ты понимаешь? А он идет. Хорошо. Блин, под ноги смотри. Тут, как это говорят у нас, черт ногу сломает. О-о-о-о, шли-шли. Вот так будет с каждым, кто плохо себя ведет. Да. А Александр прошел мимо. Сейчас. Вот это я заберу. А, закрыт ловушку, которая первая? Да. А, ну тогда мы идем. Оставили, так сказать. Ага. О, мне уже солнце мое звонит. Места нашли нереально. Фотоловушки проверили. Хормушки наполнили. Все мега круто, мега классно. Еще нашли несколько нереально охотничьих мест. Ну и, как говорится, вот охота, это вот это. И вот рюкзачок-то у меня сзади. И вот такая нагрузка, которую я не испытывал. Ну, ни на одной тренировке в спортзале. От слова совсем. Поэтому вы должны понимать. Хотите развить в себе качество лучника. Берете лук, взваливаете на плечи. Вот все то, что вам необходимо, там, к примеру, для однодневного похода. И идете в лес, на природу. И таким образом вы себя поймете, лес поймете. И, как говорится, великолепно проведете время. Место непередаваемо. А мы продолжаем свой путь дальше. Ну, опять-таки же, подготовка. Ну, как сказал Александр Порошок, 99,9% успеха в буханте. Это зависит от какой необходимости. Вот подготовки. Что мы и делаем. Мы, как говорится, создаем благоприятные условия для нашей последующей успешной охоты. В этом отличие буханта от охотника-туриста. Потому что мы, в первую очередь, мы не рассчитываем никогда на собак. Мы не рассчитываем никогда на, как говорится, на чью-то помощь. Мы в первую очередь стараемся все организовать и спланировать самостоятельно. И для того, чтобы в день охоты он у нас прошел более успешно. Вот здесь аккуратно, тут очень глубоко. Сейчас, подождите, отключаюсь. Неблагоприятные условия ни для съемки, ни для нашего, так сказать, фильма. А приходится идти и вам показывать это все, снимать. Александр урывается куда-то безумно вперед. Блин, е-мое. Ну, он старый, бывалый. Да безумие, безумие охотник. Я бы его так обозвал. Потому что здесь вот любой шаг и у меня уже палка на метр проваливается, как за здрасьте. А он куда-то пошел, а я с телефона... Вот, смотрите, глубина. Видно, да? Смотрите, оп! Япу на мать! А здесь ты куда пошел, скажи мне? Ты в сторону прошел или вот здесь по тропе? Вот сейчас дойдешь, опрешься, слева обойдешь, я его сюда брал. Саш, не вырывайся, я же снимаю и мне неудобно. Я теряю тебя. Хорошо, пошел. Хорошо? Влево возьми, обойди куст. Не где справа зеленая, а где слева. Да. Да, я увидел. А справа пойдешь. О, японам вообще, и посмотрите. Посмотрите. Видите, да? Мое копье. Можно матюкнуться в этой части моего фильма. Ты сюда, говорит, не ходи. Ты туда ходи. Там только что Александр прошел и он пока еще живой, как видите. Вытаскивать его не приходится. Блин, у Александра рюкзачок на бочок, охереть. У меня аналогичная ситуация. Вот такая она веселая жизнь безумных духантеров. Молодого на сегодня даже брать не стали, потому что тут хоть бы самим пробраться, а взять человека, который ни разу не был в таких условиях, ну, это ответственность большая. Я ходил вон туда, тут лес, но вверх не поднимался, я дошел до подножия, уже в лес зашел, большая площадка, троп довольно много, деревьев все молодые, деревьев нету, и нету места для засидки. Только на той стороне, там, где мы вдоль реки вот эту тропу нашли. Вдоль реки место железобетонное, перспективное. Пройдемся там и будем смотреть, где олень выходит на водопой, где медведь идет себе рыбку половить и так далее, да? Давай сейчас зачекинемся по карте, глянем. А у меня же пишут все равно. А у тебя вообще классно. Просто у нас самые ближние точки это либо там, где мы стоят, твой, где-то к пенечку выходил. Ага, ага. Идем, вот где мы вчера выходили, вот мы где череп повесили оленей, вот где-то с того момента. да, давай. Продолжение следует... Я Александра как под конвоем веду. Копьё вперёд, шаг лево, шаг вправо, заковываю. Шутка. Вообще, с копьём тоже нужно технику безопасности соблюдать. Чётко понимать, где ложишь, куда ложишь. Всё, любой вид оружия всегда в первую очередь думает о безопасности. Слышь, а может верхом здесь обойдём, нет? Я там ходил, а в результате я там попал в это... Какие заросли? Так мы вот здесь, по-моему, обходили, Сань. Мы не вот здесь обходили, не с этой стороны. Ну, без разницы, вот, в этом направлении сейчас подойдёт, лучше воздействовать. Вот здесь, обратно к копейке. Мы сейчас с тобой так же будем вынуждены идти влево. Муха, муха, муха. Мама моя родная, забери меня отсюда. Организовывал я когда-то такой экстрим лагерь для своих учеников. И он был на берегу Азовского моря. И, получается, были все группы. И взрослые, и дети. И вот мы... Детям было настолько сложно, что я видел, они психологически подавлены. И я им говорю, ну всё, пишите родителям записки, и будем... Они будут решать, как с вами быть. Ну, мы, естественно, у нас с родителями была договорённость о том, что... Ну, они должны пройти это, так сказать, школу мужества. И эти записки, они в большей степени были для нас, как для тренеров. Ну, и так далее. То есть мы очень заботливо относились к своим ученикам. И вот они пишут. Мама дорогая, любимая, родненькая. Забери меня, пожалуйста, отсюда. Здесь всё хорошо. Мне всё очень нравится. Нас очень хорошо кормят. И так далее, и тому подобное. Но у нас под нашим домиком живёт большая змея. А по ночам сюда прилетают бабочки-вампиры, которые могут высосать жизнь даже у быков. Но мы читали. Это, конечно, было смешно, да не могу. И мы для себя понимали, что вот этому ребёнку нужно заменить сейчас и мать, и отца, и всё остальное. Что мы, в принципе, с женой всегда и делали. И вот те, кто проходил вот эту, так сказать, школу мужества с нами, вот эти лагеря, они запомнились на всю оставшуюся жизнь для каждого моего ученика. И они сейчас выросли, разъехались в разные страны. И пишут, у них уже дети, уже у кого два, у кого три. И вот они пишут, сенсей, блин, как бы нам организовать такой лагерь. И вот у меня есть мысль, поскольку появился такой классный соратник в лице Александра, опытный альпинист. Да, вообще, перечислить все качества этого человека довольно-таки сложно. Будет слишком большой длинный список для этого видео. Так вот, мысль в том, что, скорее всего, если получится купить участок земли, организовать здесь такую базу, в которой можно было бы обучать людей булхандингу, обучать людей, как правильно жить, не выживать, а именно жить в лесу. И вот есть такие мысли. А сейчас мы идем к реке. Там очень интересная тропа. И мы будем стараться, там немножечко отсниму вам материала с того места. Наша задача все-таки найти точки, где и будет проходить наша дальнейшая игра. Вот, шли-шли, и прямо вот где-то и не шли. Ну, свежачок такой, прям аж промасленный, хороший. Здесь он был. И река, слышите, да? Река у нас вот чуть-чуть левее, да, получается река? Да, вон, да. Все, мы подошли. Сейчас сохраню точку нашего помета. И все. Так, ну что, идем дальше. Так, Александр у нас, как всегда, вырывается вперед. А я за счет того, что сам себе режиссер... Ой, посмотрите, какая красота. Красотинская. А мне приходится еще записывать фильм для вас, чтобы вам было интересно сидеть на диванчике. Налили себе чаек, кофеек и такие, смотрите. Двух, так сказать, безумных боухантеров. О, о, да. И здесь у нас... Что говоришь? Тропа? Да, тропа, конечно. Это ты прямиком. И вон она пошла, смотри. Как она интересна, понял? И это сто процентов, это не человеческое. Водопойные. Да, да. Да, идем. Где могут быть? Здесь вот белка. Видно, что жрала. А вот здесь. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Александр у нас очень часто торопится. И надо всегда. Задержались. Огляделись. И идете дальше. О, как же здесь. Beautiful. Ну, это нереально круто. Это нереально круто. Знаешь, что прикольно? Мы именно в этом месте вчера сошли с линии. Да, да. Мы сейчас переходим. Как раз вот я именно от этого места и хотел пойти вверх. Это очень интересное место. Я бы сказал, одно из лучших в этой округе. Вот мы сюда пока третий, идем туда, а потом он перестал. Да. Очень немного рыбалка заинтересовалась. Да я тебе говорю. Надо понять, как стоит рыбу. Вообще, три копейки стоит лицензия. Значит, в океане можешь ловить без лицензии. А в озерах и реках покупаешь лицензию. Но она копеечная, там не помню. Медведь может здесь быть, но не в системе. Понимаешь? Надо вначале обнаружить, чтобы он сходил, погадил. Ну, какие-то признаки более конкретные, чем наши предположения. Оп-оп-оп. А ну-ка, кто это у нас? Что это у нас? Александр прошел мимо. Просто идет такой, проходит мимо. Так. А вот смотри, а это интересно. Койот? Как бы, может быть, даже маленький медвежонок. Молодой. Может быть, понимаешь? Потому что у койота немножко другой помет. Это уже ближе к медвежьему. Но маленький, молоденький. Понял? Но это уже хорошо. Давай еще это сохраню место на карте. Вот красота. И там русло идет в одну сторону, в другую сторону. И вот, скажу честно, записывать вам, то есть я должен смотреть на монитор. Не по сторонам, не под ноги. А именно на монитор. А это зло. Но пока у нас, так сказать, разведка. И мы еще не определились, где, что и как. Поэтому я и снимаю. Потому что места, где будет проходить сама охота, это уже совсем другая история. Такие вещи, они сокровенные для Боу Хантера. Потому что он находит это место. Он его, как говорится, вначале приводит в надлежащий вид. А затем уже, вот мы несем у Александра в рюкзаке еда. У меня все необходимое. И потом просто так кому-то подарить, отдать это место. Это как бы не есть хорошо и разумно. Так, блин. Одежда от компании Ситха. Нереально удобная, комфортная, бесшумная. Как бы вот ты идешь, и хотя бы она тебя, как говорится, не достает. Вот, очень рекомендую. Но и более дешевые бренды тоже очень часто соответствуют хорошим охотничьим параметрам. Поэтому, как говорится, не сошелся с Ветклином только на одной Ситке. Но где хорошо, надо говорить. Это хорошо. Где неудобно, плохо. Надо рекомендовать и советовать. Говорить, что это плохо и почему плохо. Вот как, например, Александр получил опыт с китайским релизом. Вот купил он его, пришел он ему. Он его посмотрел, поюзал. А он технарь по натуре. И что он сделал? Александр, что ты сделал с китайским релизом? Я их отправлю обратно. Вот, отправить его обратно. А заказал все-таки американский. И американский пришел. И он работает, да. Да. И он работает. Но здесь вот я тебе скажу, я бы сел бы. Вообще с удочкой, со всеми делами, да. Вообще, посмотри, какая тема. Просто. В поймал, выпустил. В поймал, выпустил. Мне понравился. Я смотрел. Они снимали одну, короче говоря, программу классную. И в этой программе два. Направляются по определенному маршруту. И они направляются у них. Значит, вначале их просто выкинули с вертолета. И точка назначения. И вот они идут до первого схрона. На первом схроне они находят там карту. Находят какие-то, короче говоря. Ну, минимально там что-то для рыбалки и так далее. И идут по карте дальше. Чтобы найти до второго схрона. Но они идут, идут. Уже проголодались. Есть хочется. И один такой забрасывает. И вытаскивает форель. Такую красавицу. И он ее такой целует. И говорит, нет, ну, брат. Ну, ты знаешь, что по законам, типа, блин, канадским. Мы, я, говорит, типа, с понятиями все у меня хорошо. И он ее отпускает. И тот говорит, ты что, чувак, мы же голодные. Как ты мог такое сделать? Он говорит, ты не понимаешь. Природа все даст. Да, и она реально там еще две-три рыбины. Дошли еще до следующей засидки. А там еда, остальные консервы. Я шучу, я шучу. Не, не, не. Дошли, там лук. Потом на них, там был лук и пистолет. Потом медведь на них напал. Серьезно. Потом они лося взяли там, красавца просто на все. Потом его разделали. Потом их медведи начали преследовать. Ну, короче говоря, вот посмотреть такой фильм куда приятнее, чем смотреть вот всевозможное вот это попсовое дерьмо, как говорится, снятое всевозможными режиссерами. А так вот для меня самое ценное, когда люди делятся вот таким опытом, который мы сейчас с тобой берем и идем. Как бы сложно ни было, но мы взяли, записываем, потом монтируем. И, как говорится, делимся драгоценным. В нашем возрасте, что самое драгоценное? Это время. Время. И поэтому во всех отношениях, когда мы выделяем внимание людям... Ну, посмотри, какой вид. Ну, как? Ну, посмотри, монитор. Что? Посмотри, что мы будем показывать. Понимаешь? Красота. Вот это озеро, оно на карте хорошо видно. Да, да. Дальше идет подпор и слив идет. О, вот такой кадр. Вот оно. Чтобы вам было вообще абсолютно понятно. Лесная река называется... Не говори, как называется, я вырежу. Ты что? Ты не понимаешь, сколько канадских охотников, которые именно лежебоки охотники. Ты что думаешь? Они смотрят... Ты знаешь, сколько подписано? Вот, чтобы ты понимал, на фейсбуке после этой выставки на меня подписалась огромная куча именно канадских охотников. Магазины, которые продают там огнестрелы и все прочее. И они, естественно, я выкладываю видео. Там мне даже многие пишут канадцы. Да, мы смотрим. Они включают субтитры с переводом. И все смотрят, все слушают очень даже внимательно. Потому что у них не принято писать длинный вот такой контент. Они вообще, у них как реклама. Ну, как и во всем. Видишь, она такая быстренькая. Трах-бах, там о чем-то, что-то. Ненавижу секундные эти ролики. И я ненавижу. У них смысла нет. Это чистой воды коммерция. И зомбирование. Да, ничего путнего в этом нет. Как? Ну, как можно описать свой поход в одну секунду? Я не представляю. И для меня я лучше час посижу с чайком, посмотрю что-то полезное, чем смотреть что-то бесполезное. Все, мы на этой точке заговорились. Александр для себя нашел место, где он будет рыбачить. А мы пошли дальше. Вот этот канадец, у меня страут. Вот это мне нравится сейчас. Ага, да, да. Ты говорил. А если советует посмотреть ролик с него? Я смотрел. Да. Я вот сейчас систему в него выбрасываю, что он там вызывает. Это реальное вызывание. Причем он сталкивается с реальными проблемами при вызывании. Он не так. Так, ну что, нам надо несколько моментов. Нам надо, слушай, ну здесь 10 шагов сделал, и тебе камешек, и садись. И вот смотри, еще одно место. Ну, это вот озеро. Ты видишь? Сейчас я могу открыть. Красотуля. Надо посмотреть, где мы тут. Ну, это озеро, наверное. Так, видишь, да, здесь завал. Начал, завал, сверху обход. Да, именно. И нам надо уже понять, где мы находимся. С точки зрения. Ну, вот смотри, вот она. Угу. Вот. Вот река. Да, я вижу. Вот озеро. Угу. Мы подошли к началу озера. Вот. Вот озеро. Оно переходит еще одно большое озеро, и потом горная река пошла. Вот я предлагаю до вот этого еще одного большого сейчас дойти. Да, попробуем. Давай попробуем. Сколько времени у нас? Ну, сейчас у нас час. О, отлично. Хорошо, по времени мы. Да, к лошке. А что, а здесь мы пройдем, мне кажется, или нет? Пройдем. А, можно подлезть? Ну, тропа, конечно, подлезем. Там, обходи, там вообще черт нового сломай. Да. Да, если мы упали, то берем. Аккуратнее, боже мой, Александр. Там что, ветка? Конечно. Да. Ветка, блин. О-о-о. А вот и нетушки. Нет, вообще не пройдешь. Нет, здесь была тропа, она вот чуть выше, но завалило два дерева сразу же, или три. Ты видишь, что тут творится? Надо смотреть, пройдем или вернемся чуть-чуть. Ну, наш вариант, это через верх. Через верх, да. Так, пока у нас минутная пауза, продолжаем. Приключения на берегах Антарио. Только это не Антарио. Это у нас с вами Новоскошее. И вон там. А там остров, ты видел, он прямо по центру какой-то. Очень интересный. Вот это все, я сейчас вспоминаю, вот это все вообще остров. Потом подкорим по карте. Да ты что? И та сторона вот это остров? По-моему, то ли вот это. А, сто процентов. Вон, я вижу, вон еще русло идет, видишь, вон обходит. Можно на карте посмотреть. Там пороги даже есть, слушай. Ну, идем, идем дальше. И вот смотрите, как должно выглядеть хорошее место для Боухантера. То есть должно быть, а, вот такое дерево, очень классное. Видите, там можно прямо сделать такую постоянную, несменную засидочку. Раз, дальше. Должна быть звериная тропа. И должен быть, ну, какие-то признаки, что здесь были звери, соответственно. И все, и тогда есть смысл устанавливать фотоловушку, какую-то прикормку делать и так далее. Александр пошел, хочет посмотреть вот это дерево. И я прямо очень хочу на него глянуть. У нас под ногами просто вот непроходимое, все заваленное. И опять-таки же, что еще важно. Не просто найти место, где будет проходить ваша, так сказать, игра. А найти место, где, если вы добыли зверя, и он прошел, скажем, метров 100-200. Видите, я вижу, да, обзор вообще меняется. Да, да. Да, я вижу там именно конкретные заросы. Да, дерево очень классное, но обзор нету хорошего места для выстрела. Да, я понял твои мысли. А он сюда вряд ли, да, сюда вряд ли пойдет, потому что здесь, как говорится, любая зараза она вышеломает. Слышь, мы какая-то винни-пухи, блин. Шли-шли, Иза, и пришли. Давай я ветку оттянул. Только слишком много ест. Ну, давай. Ну, ты уже будь, как медведь уже, приличный. Блин. Боже мой. И мы уже часа три в таком режиме, в исключительном режиме. А рюкзаки-то весят, и все остальное, как бы, в таком режиме. Треват. А? Треват. Да. Да, я именно об этом месте и говорю тебе, что сейчас вот это просветит, и мы уже... Продолжение следует... Продолжение следует... вот я буду прямо конкретно вода давай я тоже хуже на хуже на это хуже на я тропал конечно причем это молоденькая видишь такое вообще маленькая и это хорошая тропа хорошие да вот я смотрю александр смотри вот видишь вот смотри гряда деревьев вот раз два три прямо такие неплохие да давай ну мы сейчас идем прямо по оленьей тропе видишь это чисто оленья тропа больше никто здесь не ходил вот здесь он валялся тух видишь вот все полностью вся сухая тропа полностью примята вот вот здесь их не конечно конечно да да сто процентов и это уже более крупный такой то здесь было очень много вижу что очень много было рогатых а вот это уже я бы обратил внимание на вот это видишь вот смотри она немножко на горе вещи ветки если почистить хотя с него можно обзор губа либо вот это либо вот это давай подойдем поближе слушай ну это это интересно вот мне интересно вот смотри вот стой стороны его он видишь обход это может свалиться ну здесь прям медвежат не я бы так сказал такое поваленное сейчас давай оглядимся здесь слушай ну ты посмотри на вот этот камень конечно смотри видишь а это вообще свежие только-только аккуратно медвежьи не-не-не-не-не-не-не-не-не это олень ну красотень красотень представляешь идешь такой в дыру вову раз и ушел прямиком ты видел где она стала рядом а там дыра он даже интересно если бы нога в нее вошел то насколько они нормах не а нора нора уходит до для бота находились на сегодня прямо от вольного что называется ну и для ясности и наглядности конечно покажу вы посмотрите нашли еще одно место но исключительно оленятина вот она идет тропа она пошла 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 и вот туда идет тропа здесь он проходил у нас с одной стороны нужно еще то есть он идет когда на водобой он идет здесь по этой тропе у нас есть много хороших деревьев где можно великолепно организовать себе свою засидку просто то есть вот это второй момент если я померяю сейчас расстояние то ну будь до далековато немножко но лежишь не стоит прямо вот именно возле этой точки поэтому радиус от 20 до 30 метров от своей засидки мы отмечаем приблизительно и рядом должна быть тропа у нас александр на камешек а я пришел чтобы здесь как говорится завершить цель нашего сегодняшнего похода ну что миссия выполнена на сегодня погода отлично погода шикарная мы нашли еще одно место великолепно установили фото ловушечку насыпали яблочек зачетных таких прямо аромат пошел по всем местам давай это так сказать и тоже совет и начинающему буха от старого охотника причем безбашенном я тебя буду называть безбашен потому что ты прешь блин хоть я реально я осторожнее конечно я иду не на я смотрю когда ты идешь я думаю мама рода есть тебе показывал просто копье на хрен все уходит не я понимаю что сноровка да у нас это все как бы ну знаешь я привык тоже как и ты ходить сам по лесу а сам идешь вообще ну как бы рассчитывать то не на кого больше только на самого себя правильно а ты знаешь я не помню одиночку так не на день уходила на 3 на 5 дней а вот скажи мне вот смотри ты же охотился в монреале правильно где-то еще охотился в кубике монреале соскочевание ну под вашингтон скажи мне ну да ты и саней курашовым успел походить скажи мне вот что для тебя нового в новоскоши вот за этот период пока мы с тобой вот ходим что ты можешь для себя что какие выводы вот что у тебя получилось такое что новое что интересная природа совсем другая то есть здесь другого типа лес и он совершенно не тронутый вот допустим в крыбеке такого нет ты куда бы ты ни сунулся ты проходишь там сто метров прошел раз в терминское хозяйство раз какая-нибудь засидка раз это чьё-нибудь в под вашингтоном делку хорошо охотились но там совсем это просто охота на участках всяких разных людей которые да 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 но я же я же но отличается согласись американская охота от канадской охоты очень это там конь это это когда линии больше да конечно потому что там их подкармливают а меня там не знают что с ними делать я вот даже историю знаю когда они заплатили 5 миллионов долларов наняли охотников они стреляли с снотворным вывозили там каждый олень обходился 5-7 тысяч долларов вывоз как только их вывезли другие олени хоп пришли заняли это а черного медведя по моему в штате вирджиния я стадо черного медведя то есть я насчитал там 30-40 особей идут просто вот ему все вообще предстот далеко ходить вот дорога монреаль нью-йорк буквально выезжаешь там по хайвею я не раз не два видел сбоку пасутся черными пасутся что часто около жилья людей животные есть а как ты вот сюда заходишь они абсолютно меняются поэтому вот здесь ходим я здесь всю зиму хожу я почти каждый день хожу по лесу тогда куча следов видел куча помета я ни разу не видел ни одного дня ни разу хотя и медленно и быстро ходил и сидел тихонечко ни одного не видел а вот на участке у меня у детей пожалуйста вот на бактаст они выходят потому что они знают что там никто не ну здесь же есть такое два типа оленей городской линии вот так и называют городской лень то есть он потерял страх и лесной не мне доводилось мне доводилось причем здесь есть места такие где только приехал только десантировался выхожу буквально не сделаю еще и 200 метров на меня выходит олень сам выходит не 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 вообще не городской не не ты шоу это именно ехали ехали и наконец приехали нет это атлантическая тропа просто в том месте оленя очень сильно культивируют местные и они что делают они туда свозят просто мешками яблоки все там его реально там вот ты вот мы хоть сейчас приедем зайдем и ты в течение часа увидишь как минимум пять шесть оленей да 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 но здесь это место да согласись вот здесь именно игра вот здесь именно почему потому что мы идем мы сами протаптываем дорогу здесь редко вообще нам ни разу не попадался встречный прохожий там и так далее вот уже на этих местах до дикая природа и поэтому здесь как бы все в руках боухантера то есть сам прикормил сам все сделал сам себе организовал как говорится сам себе режиссер своей охоты и все и подготовительный процесс вот у нас сейчас март месяц мы уже все как говорится в процессе для чего потому что в мае месяце это у нас на оленя только откроется охота когда в августе месяце по конец августа сентября до но прикармливать зверя понимать где лучше заранее вот и все поэтому у нас с собой луков нету мы сегодня сейчас не брали с собой а мы набрали если олень нападет до добьемся да да не ножички мачете копья это все есть но это такой как говорится на всякий случай вспомогательный точно так же как и от медведя есть у нас ракетница до все поэтому самое главное что подготовка подготовка еще ну что буду это же так сказать сегодня отличный день который мы великолепно провели вот смонтировал для вас это видео таким образом чтобы первый день мы прошли втроем прошли по нашей field полосе я при полном параде и вот скажу откровенно на я приехал домой вечером лямки от рюкзака мы прошли где-то километров около десяти лямки просто впились в плечи и как бы уже усталость была такая что вот реально понадобился массажер для плеча поэтому вот любой наш навык спортзале он он нужен безусловно то есть я не отговариваю вас от спорта безусловно как говорится в здоровом теле здоровый дух это однозначно подготовка классно но я говорю к тому чтобы вы не думали что этого достаточно то есть только когда вы взвалили на себя все то что необходимо вам для охоты однодневной или двухдневной и и прошлись сегодня у нас фото ловушку поставили значит что на что еще хочу обратить внимание охотников особенно тех охотников которые именно там с охоты переключились на булхантинг булхантинг абсолютно другой тип охоты у вас нет собаки с собой у вас нет огнестрела с собой вы должны максимально войти в контакт максимально близкий контакт со зверем и соответственно вот эти привычки идут по лесу захотелось пописать вы раз стали пометили территорию и вы идете это все можно делать только в начале вашего пути если вы помочились где-нибудь возле кормушечки если вы помочились где-то возле фото ловушечки то забудьте о том что туда придет зверь вы должны это учитывать всегда так же само как посторонние запахи так же само как все то есть вы должны себя вести возле кормушки а соответственно это место где у вас стоит фото ловушка вы должны себя вести как зверь вы должны мыслить как зверь тогда я думаю ваша охота будет очень интересно и увлекательно а так надеюсь что этот небольшой приключенческий фильм хотя честно говоря это не небольшой любом случае будет там часа может и больше но кому не интересно не включайте я стараюсь делиться я стараюсь даже не то что вам суть какую-то выдавать я хочу чтобы вы через мой фильм прочувствовали прочувствовали эту атмосферу вот это моя цель а так всем пока